Привет! Продолжу сегодня рассказ про образ директрисы нашей школы магии. В одном из предыдущих видео я рассказала вам, как сшила жакет, который теперь скорее верхнее платье. Назвать это пальто как-то у меня не получается. Прежде чем приступить к декору, нужно разгладить все, что помялось во время работы. Я делаю это ручным отпаривателем Steam One. Это самая маленькая модель, и я очень давно мечтала о такой штучке. Раньше в первую очередь ради того, чтобы брать его на фотосессии, а то платье без заломов мне еще ни разу не удавалось довести, как бы я ни старалась. Плюс они же бывают с разными особыми тканями. А этот отпариватель маленький и легкий, с собой его брать просто супер. Воспользовавшись им пару раз дома, я поняла, что это на самом деле незаменимая вещь и в быту. Я из тех, кто гладит вещи по одной, когда вещь нужна. Но каждый раз доставать ради этого утюг и доску, это сложно по сравнению с использованием Steam One. Он лежит у меня в шкафу вместе с утюгом для волос. Пользуюсь ими, считай, по очереди. Он очень быстро нагревается, а его мощность позволяет быстро справиться со всеми заломами. Тут погладила, там погладила. Быстро и легко. Идеально. Этот отпариватель может работать в двух режимах. Эко для деликатных тканей и максимальный. Ткань после него не блестит, что является еще одним большим плюсом. И, кстати, отпариватель подойдет не только для одежды. Я, например, покрывала после стирки, приводила в должный вид им. И явно это же ждет и шторы потом. Все устройства Steam One оборудованы системой защиты от накипи, так что туда можно заливать даже просто водопроводную воду. А если вам не будет хватать резервуара из комплекта, можно подключить свою емкость специальным коннектором. Купить такой отпариватель можно по ссылке в описании. А по моему промокоду для вас будет действовать скидка. Очень рекомендую эту вещь. Можете присмотреть себе и другую модель, покрупнее. Не, я просто брала маленький, именно чтобы удобно было его возить с собой. В первую очередь мне нужно было исправить ошибки. Тогда платье на мне не сидело. И дело было действительно в плечах. Теперь можно приступать к декору. Изначально я преподносила это как проект с подписчиками. И вырисовали эскизы для этой вещи. Потому что изначально я думала, что проект нашей школы магии, это будет просто ряд тематических работ. А у нас начала рождаться целая вселенная. Медленно и постепенно в нашем телеграм-канале. Мы там сейчас решаем, как будет выглядеть территория нашей школы. У нас уже есть деканы факультетов, некоторые преподаватели. Мы определились с нашим расположением. И сейчас проходит конкурс на рисование карты нашего острова. Также у нас там есть местная газета, где есть интервью и разные новости. В общем, все по-настоящему. Есть чат, разделенный на факультеты. И студенты там общаются, разделившись на факультеты. И бывает они ходят друг к другу в гости. Там есть свечки вечерние, литературный клуб. В общем, это что-то невообразимое. Тому можно целое видео посвящать. Так что обязательно подписывайтесь. Там очень интересно. Там даже уже есть местные локальные мемы и отдельный чат, посвященный этому. Это просто невероятно, что это. А если вдруг вы пропустили информацию про нашу школу магии и не очень понимаете, о чем я сейчас рассказываю, в описании к этому видео я оставлю ссылки на те видео, которые дадут вам полную информацию о том, что происходит теперь у меня на канале. Но не всегда я буду прерваться на видео сдачи летом. Ну и свои ежегодные, скажем так, тематические видео тоже, конечно, у меня обязательно будут. Просто теперь все то, что я делаю, подвязывается к нашей школе магии. И как правильно кто-то заметил из подписчиков, все то, что я делала раньше, по сути, так или иначе, можно связать с этой темой. Ну и в общем, учитывая, сколько всего мы теперь вместе с вами решаем в Телеграм-канале, я решила, что образ директрисы-основательницы я могу все-таки взять на себя. При этом в его основу так или иначе легли идеи из ваших эскизов. Большинство, как и я, видели сочетание цвета ткани с золотым декором. Вот эта искрящаяся работа напомнила мне о том, что для работы можно взять и стразы. Почему-то я сразу о них не подумала. И как бы банально это не было, но так или иначе, мне хотелось отразить в этой работе все три факультета. Не прям так очень явно на все плотно, но понятно. Такое оформление подола тоже в моем стиле, напомнило узор из бабочки. Но, как я уже сказала, хотелось видеть все три факультета. И вновь я очень радовалась в виде коллажа с набросками идей. Несмотря на все это, единой и уверенной идеей, что я хочу сделать, у меня все-таки еще не было. Поэтому я поехала вдохновляться материалами Леонардо. Вот такой у меня цвет ткани. И для золотых узоров я купила шнурок, тонкую косичку. Смотрела сначала на разные ажурные. Но и с тонкой, и сплести что-то можно, и в несколько рядов пустить, и тонкой оставить. И еще я купила разные стеклярус и бисер. Вообще бисера у меня много, но раньше я всегда избегала блестящего. Также взяла кристалл, особо пока не знаю, куда его можно пристроить. Но благодаря нему вспомнила, что у меня же есть вот такой большой кристалл, который очень красивый. И был куплен на тот момент без цели. Он цвета огня, и при этом на нем есть розовый перелив, что добавляет магии. Продолжая тему золота, достала всю свою золотую фурнитуру и бисер из ближайших запасов. Купила пяльца, так как планировала вышивать декор. Вышивать на тонком плотном фетре. Взяла по аналогии с брошками. Когда я отпаривала свое свадебное платье для интеграции, как раз обратила внимание на то, что вот этот элемент, это отдельная расшитая композиция, которая пришита. И я решила сделать так же. Сделать отдельные элементы и потом их пришить. При этом мне очень понравилась идея золотых линий. И я стала думать, как разместить их на платье. Планировала использовать вот этот эскиз, а потом решила, что этот большой кристалл можно разместить в области сердца. И это будет метафорой огня внутри и магии, которая идет от сердца. И через этот кристалл будут эти линии к декору у каждого факультета, чтобы показать, как сильно связана основательница школы с каждым из них. И сверху тут будет декор со звездами, в центре ветви, а внизу кристаллы. Приступать к декору я решила, начиная как раз с главного элемента. Первым делом прорисовав, что я хочу сделать. Я думала ограничиться вышивкой вокруг кристалла, сверху вот тут. Но в данном случае нельзя просто так взять и нарисовать декор на листе. Нужно брать за основу форму выкройки. Ну и плюс, я так посмотрела, при таком декоре у меня кристаллы будут как-то несуразно под грудью. Кристаллы, которые олицетворяют факультет земной тверди. Вот, и поэтому я приняла решение разнести декор на большую площадь, пустить ряд из кристаллов по линии талии. Или лучше по подолу. Не знаю, это очень сложный выбор. Также я решила определиться с местоположением основного кристалла непосредственно на себе. Да, так будет лучше. Стала рисовать золотые линии между элементами. Внизу тут по линии размещу кристаллы факультета земной тверди. А сверху вышью месяцы звезды, например. Продолжая развивать эту идею, я решила слева на плече разместить солнце, которое будет в противовес пламенному кристаллу. А здесь каким-то образом нужно будет гармонично... Ааа, я придумала, я придумала. А здесь можно будет на плече сделать месяц вот так через плечо, а на другом плече солнце. Да, и солнце, оно будет таким больше места здесь занимать, а месяц здесь будет меньше места занимать. Но зато здесь будет кристалл. Точно. Начинать вышивать мне хотелось с кристаллов. Я представляла себе их яркими самоцветами. Поэтому перенесла размер на тот же участок фетра и стала их рисовать. За кадром я попробовала пришить несколько бисеринок. А так как у меня в этом опыта крайне мало, точнее, по-моему, вообще нет, на это ушло столько времени, я одну секцию делала час, а одну секцию, ну, то есть кристаллик. И я такая, учитывая, сколько я планировала расшивать, у меня теперь в день на работу час, если повезет, то два. И, учитывая этот фактор, я решила попробовать сделать аппликацию. Процесс тоже не самый быстрый, но ближе мне в какой-то мере, поэтому тут я могу быстрее набить руку. Я просто задала себе вопрос. Я хочу проводить достаточно времени с ребенком, при этом заниматься разным творчеством, гулять в парке и более-менее достаточно спать или упереться и кропотливо расшивать эту работу, давать это идеал. Стоило ли оно того? Я расположила те цвета, что у меня были, поняла, что прежде чем попробовать приклеивать, я еще раз попробовала вышить, но вновь вернулась к клею. Тут тоже не сразу все пошло. Вот этот стеклярус мне совсем не понравилось, как выглядит при такой укладке. Взяла все подходящие цвета, которые нашла в магазине. Никогда бы раньше не подумала, что мне будет нравиться такой бисер. Параллельно, чтобы глаз не замыливался, я решила перейти на солнце на плече. Определяю его размер и форму и переношу это на фетр. Вокруг него потом можно будет вот так красиво пришить эти элементы. Будет здорово смотреться. Для удобства работы вырезала эту основу. И так как я все приклеиваю, тут можно будет взять и полужемчужины вот такие. Я понимала, что у меня будет мало одного листа фетра и решила взять еще коричневый. Мне показалось, что в данном случае он подойдет лучше. Основу нужно было переделать еще и по той причине, что форма просто полукруга не подходящая. Потому что пройма вот эта вот на выкройке, она же идет дугой. И соответственно полукруг внизу тоже должен быть дугой. Поэтому отрезаю эту полоску. И в таком случае основа ложится ровно. У первого просто полукруга здесь получался большой пробел. Видите? А так все будет ровно. Отмечаю еще шов, так как он тоже неровно посередине получается. И чуть корректирую форму. А затем берусь за свою аппликацию. Склеим, в отличие от ниток, удобно еще и то, что положение элементов можно корректировать. Меня это прям очень спасало. Ну и приклеивать вот так мне намного больше нравилось. Такая мозаика мне прям в удовольствие была. На столе просто хаос. Вот что у меня получилось. Я еще нашла стразы от рукавов директрисы русской школы магии. Они сюда хорошо подошли. И вот такие элементы мне показалось интересным здесь разместить и заполнить бисером. Он тут фиолетовый, кстати. Здесь остались следы от первой версии декора. Я думала лучи шнурком вот так разместить, но это выглядело вообще очень плохо. Положение центрального элемента надо было определять на плече. Заполняю его клеем и затем бисером. Вокруг решила заполнить золотым. Раз уж это солнце, золотого тут не может быть мало. Но согласитесь, так теряются золотые кондуры. Боялась сразу снимать этот бисер. Вдруг то, что я придумаю, будет хуже и придется обратно его наклеивать. Поэтому я решила сначала посмотреть, как будет выглядеть альтернатива. Определенно лучше. С хаосом на столе помогла справиться вот такая коробочка. Я убирала в нее пакетики отрезанным уголком наверх, а то вероятность рассыпаться всему была очень высока. И вот такой результат у меня получился. У меня ушло на это 3 недели, потому что есть возможность заниматься каждый день этим буквально по чуть-чуть. Солнце смотрится просто шикарно и придает незначительную отсылку к милитари стилю. Прям вот совсем немножечко, как я и хотела. При остальном декоре это будет менее явно. Единственным минусом было то, что клей держал бусины не так хорошо, как мне бы того хотелось. Момент кристалл создает гибкую пленку, поэтому этот элемент не стал таким пластиковым. Но вероятность отлететь именно у бисера была довольно высока. Чтобы зафиксировать его получше, я взяла гибкую покрытику. Кстати, так как клей периодически пропитывал фетр и оставался у меня на столе, а к бумаге он приклеивался, а файлик скользит по столу, а коврик разъедается клеем, а про силиконовый коврик я в этот раз забыла, я решила вот так малярным скотчем сделать временную защиту. И мне очень понравился такой бренд. замешиваю смолу по инструкции, я с ней уже работала, делаю обложку для блокнота. Она очень жидкая, поэтому все пузыри отлично выходят. И дальше тончайшим слоем покрываю бусины, чтобы склеить их между собой. Когда все застыло, отдельно как элемент, эта штука выглядела шикарно. Она эластичная, но довольно плотная. Из-за этого, когда пытаешься ее пришить, она натягивает ткань и как бы не деформирует ее, а выпячивает, не знаю, она торчать начинает. А еще пришивать крайне сложно из-за того, что смола пропитала фетр. Даже с наперстником. Но, ладно, можно было бы постараться пришить, но она реально раз... Ну... Я боюсь, что она просто может испортить мне ткань. И если во время работы я радовалась, что я нашла способ, как сделать это все быстрее, способ, который мне нравится в работе, то результат заставил задуматься. За все время работы над этим солнцем и только половиной кристаллов у меня было очень много сомнений. И все-таки я пришла к выводу, что я не уверена в том, что я делаю. То есть солнце, да, оно точно на своем месте. Оно очень красиво там смотрится, но вот кристаллы и все остальное я словно не вижу уверенно. Я взялась за это, пока идеи все-таки были сырые. А я часто вынашиваю проекты месяцами, то и годами. И работаю над ними и показываю вам процесс работы, когда я уже точно знаю, что и как будет, либо меняю процесс работы, будучи уверенной в том, что я хочу видеть. И тут я поторопилась. У меня был очень тяжелый последний месяц. И НШМ стала своего рода отдушиной очень вовремя во всех своих проявлениях, будь то телеграм-канал или этот бисер. И вы спросите, а чего я тогда публикую это видео? Потому что у меня есть опыт откладывания проектов. Так было с зелями на два года. Сначала я откладываю, потому что на то есть конкретные причины. То одно, то другое. А потом в голову-то приходят новые идеи. И хочется их делать. А в голове сидит мысль, что мне же надо сделать вот это. И она давит. И с каждым месяцем все сложнее и сложнее возвращаться и браться за этот проект. И это замкнутый круг. И я не хочу, чтобы это повторялось. Мне кажется, мало кто меня в этом плане поймет. Но когда я выпускаю видео о той или иной вещи, это большая гора с плеч. И за последнюю неделю я пришла к выводу, что все-таки я хочу сделать этот образ, ну, если не идеальным в плане аккуратности работы каждого стежка, вот это все, то, ну, хотя бы в разы лучше, нежели вот эти вставки с наклеенным бисером. А это затянется надолго. Мне хочется подходить к работе с хорошим настроением. И выпуская это видео, я словно освобождаюсь от мысли, что мне же надо сделать видео. При том, что наверняка я потом опубликую видео о том, что я научилась чувствовать свои настроения относительно проектов в зависимости от того, на каком этапе работа они находятся. Так что, да, в моем случае выпустить видео на YouTube это не просто снять процесс работы. У меня с каждой вещью, которую я делаю, очень сильная эмоциональная связь. А в случае с НШМ, так это вообще каждой клеточкой тела. Все настолько сложно, что я очень много думала, нравится ли мне вообще этот фасон. Вроде кажется недостаточно приталенным, но, с другой стороны, я же планировала это как верхнюю одежду. А летом что тоже в этом шерстеном ходить? А если делать не верхнюю одежду, то что у директрисы будет одна одежда на каждый день? Не знаю. Мое сидит и не вот так, и не вот так. И вот еще интересный вариант. И видя это все больше и больше, я понимаю, что я поторопилась с этим очень. Но почему? Такого объяснения у меня нет. Стала вновь думать в сторону накидки. Может даже из фатина и свою длинновильскую вышивку. Нашла вот такую очень красивую версию, и мне очень понравился, как здесь оформлен верх. Потом случайно наткнулась на работу Даши, по которой снимала видео. А потом вновь вернулась к тому, с чего начинала свои поиски. Вот такие накидки. Понимаете, мне хотелось, чтобы я в том числе могла надевать эту вещь на какие-то мероприятия и выходы. Нашла очень интересный вариант арабского бренда. Вариант с рукавами, вариант без рукавов. Под нее можно поддеть рукава и будет с рукавами. И также можно сделать летний вариант без рукавов. Нет, все-таки, наверное, с рукавами будет лучше. Но для этого опять нужно будет купить много ткани. И стоит ли оно того? Стоит ли это все перешивать или... Мне же так нравятся эти рукава. А если здесь вот так убрать ткань, так... Это, считай, такая же накидка, только короче. Правда, она и не притальная, и в то же время не широкая такая. Может просто вообще сделать парадное платье. Смотрите, какой красивый фасон. В общем, я в мучениях, и обычно это все остается за кадром. Тут решил поделиться. Надеюсь, после этого видео вы не будете переживать, что вы не знаете, что делать. У меня такое тоже бывает. И тут помогает время, переваривание мыслей, и поиск разных вариантов и идей, которые можно потом соединить. Или они дадут вам новые мысли, новые варианты. И со временем идея настаивается или отсеивается. Но это мне точно нужно настоять. Вот так вас люблю. Пока.